И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать с зимних условий и приятного времяпрепровождения. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это продолжение выживания колонии в зимних условиях. Не будем затягивать, ребятишки, запасайтесь вкусняшками и наслаждайтесь просмотром, ведь мы начинаем. День стоит один. На нас нападает враг с топором. Хоть и у Нур есть мелкокалиберная винтовка, близко подпускать противника все равно не стоит. Постоянные пищевые отравления, общая усталость и холод сильно замедляют наших клонистов, из-за чего нам не удается занять оборону вовремя. Враг с топором первым делом берется атаковать Нур, пока Эггман борется с собой и пытается бежать на помощь. Целых три удара топором удается вражение нанести по нашей кошкодевочке, прежде чем яростный Эггман с размаху пронзил его своим мечом. Раны, которые получила Нур, не сильно глубокие, и мы надеемся, что песня про пушистого котенка быстро поставит ее на ноги. Но ночью, как всегда, не все идет по плану. Нур впадает в бешенство, очень сильно раздосадованное тем, что именно из-за Эггмана она теперь мучается от боли. Она принимается бежать за ним, а Эггман, не желающий получить по шапке, принимается от нее убегать. После достаточно продолжительной пробежки до самого утра, уже сам Эггман на 102 день впадает в истерику и принимает закрушить всю домашнюю утварь. Ну а после пары пинков от подруги, он все же решает, что своя жизнь немножечко важнее и решает продолжить их ночную игру в догонялке. Лишь к середине дня они оба успокаиваются и извиняются за нервные срывы друг друга. Ведь оба понимают, что подобный выплеск эмоций был просто необходим в снежных реалиях. День 107. Наша колония еще не полностью восстановилась от недавних истерик. Нападанцы решают воспользоваться этим и нападают на нас. Бронург, без особых трудов, с трех метких выстрелов, делает небоеспособным. День 109. Эггман срывается в очередной раз. Догонялки повлияли на него сильнее, чем мы думали. Почти каждый день он начинает срываться и объедаться, подвергая опасности наши продовольственные запасы. Его поведение заставляет нас задуматься о том, так ли сильно нужен вообще этот колонист, если он попросту не может из-за своего психического состояния выполнять прямые обязанности. День 110. Ночью к нам приходят торговцы оружием, у которого взамен на шкуры покупаем хоть какие-то медикаменты. Ведь производя ревизию материалов, выяснилось, что на базе они попросту отсутствовали уже достаточно долгое время. И только каким-то чудом нам удавалось не иметь серьезных заражений, которые могли бы привести к неминуемой потере и без того малочисленных колонистов. День 111. Небольшое затишье в делах колонии позволяет нам начать отстраивать амразуры и оборонительные укрепления для повышения шансов выживания в возможных будущих перестрелках. День 115. К нам на голову падает пожилой Патрик. И наши колонисты надеются, что он сможет к нам присоединиться. Патрик великолепный растеневод. А у нас вот-вот должна появиться возможность выращивания еды. И было бы совсем неплохо изыметь хоть кого-то, готового этим заниматься. День 116. После оказания помощи Патрик сообщает, что оставаться как бы и не намерен. Но мы вежливо даем ему понять, что уже все решено за него. А раз он не хочет по-хорошему, теперь будет просто пленником. А перевоспытательные беседы будут проводиться уже в добровольно-принудительном порядке. День 119. Первый раз на памяти колонии к нам приходит нападанец с огнестрелом. У него точно такая же винтовка, как и у Нур. Хоть и это оружие и мелкокалиберное, при должном везении оно без проблем может проделать парочку смертельных отверстий в головах наших персонажей. Чтобы избежать подобного, в будущем нужно строить оборонительное сооружение как можно скорее. Но пока в нашей колонии слишком много голодных ртов и слишком мало свободных рук для возведения столь грандиозного запланированного проекта. В этот раз нам удается выжить только благодаря удаче и меткости Нур. День 130. Большой перерыв нужен был для налаживания быта колонистов, восстановления базы, исправления ментального и психического состояния колонистов. Речь о том, чтобы попытаться отстроить защиту, даже и не шла. Хотя зря. С юго-западного направления на нас нападает еще один враг с огнестрельной винтовкой. Но вовремя построенная пародия на укрепление дает нам неоспоримое преимущество, и наша меткая Нур справляется с нападанцем. Это вооруженное нападение вскрывает еще больше нюансов в нашей обороне. Нужно подумать о том, чтобы противникам негде было прятаться. Нужно сделать так, чтобы не было необходимости заманивать врагов к определенной части нашей базы. И была возможность вести огонь на все 360 градусов. Возможно, это слишком грандиозные планы. Но, увы, мы находимся в таких условиях. Посреди поля в замерзшей пустыне. И это единственный вариант, приходящий в голову к нашим кашкаклонистам. День 132. Наконец-то мы уговариваем пленного Патрика на добровольной основе присоединиться к рядам нашей колонии. Патрик теперь занимает роль ответственного растеневода. И он уже начал высаживать в кромешной темноте первые рисовые поля. Ведь уже вот-вот проблема с местом для выращивания решится. И мы сможем построить нормальные стеклянные крыши и сделать парники для эффективного выращивания культур. Но, к сожалению, не все идет гладко. И нас посещают токсичные осадки в этот же день. К счастью, у нас нет такой сильной вообще необходимости выходить на улицу. И мы вполне можем находиться в помещении все это время. Что нельзя сказать о фауне, которой мы питаемся. После токсичных осадков, к сожалению, они все погибают. А их мясо будет отравлено и непригодно к употреблению. Наша задача сейчас как можно быстрее построить стеклянные крыши в парнике. Для начала выращивания клетчатка, содержащей пищи. День 133. Всевышний посылает к нам еще трех вражин. С копьями и луками. Абсолютно ничего серьезного на первый взгляд. Главное, чтобы сражение происходило на наших условиях. Эггман берет в руки щит и клинок, выполняет роль приманки. А Нур из укрытия отстреливает нападанцев. Но пока наше внимание было сконцентрировано на западном направлении, вражины умудрились разломать наш ветряк. Что в принципе не особо критично. Но все же неприятно, ведь Нур придется рисковать своей шкуркой и отстраивать новый ветряк под токсичными осадками. И уже к вечеру новый ветряк был успешно построен. Но самое важное, что произошло к этому моменту, это факт изучения стеклянных крыш. Теперь мы можем обеспечивать себя растительной пищей в неограниченных масштабах. И первым же делом Нур бросается на перестройку крыши в центре базы, где уже все готово для выращивания. В планах у нас сделать возле каждого гейзера небольшую такую фермочку временным вариантом. А уже после того, когда наша колония полноценно встанет на ноги, то можно было бы и организовать полноценные поля, растущие круглый год, находящиеся в черте нашей базы без привязки к тепловым источникам. Ну а сейчас это больше похоже на несбыточные планы. День 134. Нур успешно обращает Эггмана в нашу веру. Это должно было бы случиться рано или поздно при таком тесном общении. День 135. Нур завершает постройку еще одной фермы вблизи базы у парового гейзера. Как и говорилось ранее, чем больше будет таких ферм, тем меньше будет у нас забот о возможных проблемах с едой. День 138. Абсолютно все животные, которые были на карте, либо ушли, либо погибли от тактичных осадков. К сожалению, именно к этому дню наши запасы пищи и мяса подошли к концу. А мы не перестаем радоваться, как же нам все-таки вовремя повезло, что именно сейчас мы начали выращивать еду. Днем позже, и кто знает, чем бы это могло закончиться. Ведь уже к концу этого дня мы собираем наш первый урожай риса, выращенный в парниковых условиях. А это значит, что теперь мы не так сильно переживаем из-за нехватки еды. Главное теперь выращивать и накапливать запасы провизии на всякие непредвиденные случаи. Почуяв запах еды, Зоя бежит и зовет о помощи, сообщая при этом, что за ней гонятся йогширские терьеры. Мы, конечно же, принимаем это задание, но не для помощи, а для того, чтобы заполучить немножечко мяса и приготовить немножечко вкусных блюд. Зоя, придя к нам, оказывается слишком бесполезной, поэтому мы изгоняем ее. Но все же от опасности, которая за ней гонится, мы все-таки помогаем ей избавиться. Мяса, конечно, с этих терьерчиков не так, чтобы и много, но достаточно, чтобы отпраздновать новую эру растеневодства и устроить небольшую вечеринку с вкусной едой. День 140. И так уже трое членов нашей колонии поклоняются единому муморизму. И им нужен комиссар, временно исполняющий обязанности которого будет Нур, как самый приверженный поклонник. День 141. Агрессивное нападение агрессивных крыс без особой сложности побеждено. День 143. На нас совершает налет серьезные противники. Двое аборигенов с винтовкой и взрывчатым веществом. При малейшей ошибке все может окончиться взрывом, а просто так в этот раз отсидеться за амбразурами не выйдет, ведь малейшее промедление и шарик с бомбой лишает колониста жизни. Мы встречаем их в чистом поле с малым количеством укрытий. До определенного момента ведем огонь из двух винтовок, а как только они подбегают за линию фронта, Эггман героически отвлекает огонь на себя и не дает вражении кинуть бомбу. Благодаря мечу и щиту он без проблем обеззаряживает негодяя в ближнем бою, а наши стрелки, прибегая к тактической хитрости, добивают второго нападанца. В бою лишь Эггман получил небольшие царапины, что даже не критично. Жить будет. День 147. Кенгру Собе падает в обломки космической капсулы. Этот колонист просто невероятно хороший ремесленник, и мы бежим пытаться спасти ему жизнь. Не желая терять такого классного колониста, мы лечим его в полевых условиях, а после захватываем с целью завербовать. День 149. Проект с теплицами возле гейдеров дает нам свои плоды. Еды в нашей колонии слишком много, даже не помещается в холодильник, и мы вынуждены заняться проектом по его расширению. День 150. На нас нападают 4 человека с оружием ближнего боя. К этому дню патроны в винтовках очень стремительно подошли к концу. У НУР осталась всего пара, обоим которого мы будем стараться экономить по максимуму. Остальные же наши колонисты будут пытаться вооружиться всем, что есть в наличии для обороны базы. Часть нападанцев мы отстреливаем еще на подходе, а вторая их часть заинтересовалась нашей недостроенной теплицей. Воспользовавшись замешательством, мы одерживаем безоговорочную победу с минимальными затратами. День 152. Заканчивается проект с постройкой второй теплицы на северо-востоке карты. День 153. Случается что-то невероятное. Наши мольбы были услышаны. Подходит торговец оружием, и у него в продаже есть патроны нужного нам калибра, которые он надает нам практически за бесценок. Снова приобретенными патронами наша база сможет еще выстоять какое-то время. День 154. Вовсю идет обустройка холодильника и перестройка кухонной зоны. Обустраивается удобство и делается все, чтобы с готовой пищей не было проблем еще какое-то время. День 155. Заканчивается благоустройство около холодильной зоны. Теперь проблем с едой точно не будет. Пока, конечно же, у нас есть фермы, приносящие нам эту самую еду. Есть у нас проблемы с электроэнергией, которые могут легко решиться, как только мы построим аккумуляторы, изученные в этот же день. Осталась только лишь одна серьезная проблема с вооружением, которую пока что никак не получается так просто решить. День 156. Под окнами нашей базы невероятное количество свежих муфало, и было бы кощунством не попытаться даже поохотиться на них. К сожалению, эта операция по охоте идет совершенно не по плану. Двое наших колонистов падают без сознания. Эгману приходится самой спасать всех, беря в руки винтовку и запасные патроны. Все это в очередной раз показывает, как мы слабы в плане обороны, и как всего этого можно было бы избежать, если бы у нас были хотя бы нормальные укрепления и вооружения. В ходе резни Нур и Патрик получают ранения без риска смерти. Эгман без проблем залечивает их раной, и через полдня они должны быть уже как новенькие. День 156. Нур, вся побитая, просыпается после небольшого отдыха и выходит из себя, выплескивая весь накопившийся гнев на Эгмана снова. Патрик помочь, к сожалению, никак не может, ведь он до сих пор не оправился после стычки с муфало. Эгмана спасает лишь то, что Нур в порыве гнева перепутала ее с северным оленем, которое с одного удара выводит бунтарку из строя. Эгман, не держа обеды, спасает свою обидчицу. Все колонисты прекрасно понимают, что в подобной ситуации любой бы сорвался, и все это было сделано не со зла, а попросту из-за боли. По итогу, Эгман становится героем, и кто знает, что было бы, если бы не было бы у нас такого замечательного колониста. Мы с большой радостью прощаем ему все обжираловки и даем бесконечное право есть столько продуктов, сколько он пожелает. День 157. Зато мы всех муфало смогли одолеть, и теперь сможем какое-то время готовить еду изумительного качества, что, несомненно, только положительно повлияет на всех наших колонистов. И все было бы шикарно, но тут же вечером на нас совершается налет. Типичная для нас ситуация, но... Нападанцы вооружены ракетницей судного дня. Значит, любая ошибка может стоить нам базы. Единственный способ бороться с этим, выйти и атаковать быстрее, чем нападанцы дойдут до нас. Выдаем каждому колонисту по ружью с патронами и встаем на расстоянии друг от друга, чтобы исключить возможность поражения всех колонистов одним выстрелом. Когда нападанцы подходят к нам, мы уже ведем по ним огонь. Пусть не очень успешно, зато достаточно, чтобы вести самотоху. И именно благодаря неразберихе враг с ракетницей выстреливает сам в себя, тратя единственную ракету, выводя таким образом себя из строя. А второго нападанца мы выводим из строя быстрее, чем он скажет слово подписка. Сейчас же мы победили только благодаря невероятной удаче. Что делать в следующий раз, если подобное случится, пока что неизвестно, но стоит готовиться к самому худшему. День 164. У нового торговца мы еще покупаем снарядов. Теперь о количестве боеприпасов можно точно не беспокоиться еще большее количество времени. Так что мы уверены, что патронов хватит до момента изучения навыков по самостоятельному их производству. День 167. Начат глобальный проект по перестройке базы. Нацеленный в первую очередь на попытки возведения оборонительных сооружений в чистом поле. Как это получится, мы не знаем. Поэтому и экспериментируем. Планируется расширение жилищных отсеков, расширение склада, создание полноценной производственной зоны. День 172. На нас нападают очередные вражины. Они вооружены луками и взрывными гранатами. Значит, нам просто нужно первым делом одолеть тех, кто может нас взорвать, и победа у нас уже в кармане. Из-за того, что мы ограничены пока что в зоне поражения, в том смысле, что мы не можем вести круговой огонь из амбразур, вражины смогли немножко покоцать вещи нашей базы. А остальных мы расстреляли еще не на подходе. Еще раз мы убеждаемся, что нужно делать круговую оборону как можно быстрее. Но из-за банальной нехватки рук, этот процесс идет ну крайне медленно. А вечером Нур в очередной раз впадает верость. В этот раз она недовольна количеством пораженных ею врагов. Первым делом она вырубает Патрика, а потом принимается в очередной раз гоняться за Эггманом. День 176. Успешно завершается строительство жилой части базы. Пока только доделан склад, перенесены туда вещи, переделана общая зона, построены нормальные столы и заготовлены отсеки для жизни колонистов. Наша колония также сильно нуждается в улучшении жизни колонистов. Ведь, как выяснилось, срывы Нур по большей части связаны с постоянной работой и недостатком отдыха. А так, мы надеемся, что она будет жить в своей собственной комнате в комфортных условиях, а не в общаге, прижавшись к обогревателю. День 182. На нас нападают 4 аборигена. С теми же самыми милишными оружиями и взрывными гранатами. Из-за того, что они идут с севера, просто так отсидеться опять не получится. И нам придется рисковать и выходить, встречая их в чистом поле. Сделав пару выстрелов в молоко, мы решаем перегруппироваться и отступить за абразуры. Немного переждав и рассолидовавших врагов, мы наносим в им в итоге сокрушительное поражение без ранений. За исключением немного поломанного генератора. День 183. Наконец, к нам присоединяется новый член. Мы с радостью приветствуем кенгуру, который будет нашим незаменимым ремесленником. День 186. Начало конца. День точки невозврата. На нас начинают нападать противники с серьезным огнестрелом. Мы запираемся в баррикадах с амбразурами и надеемся на чудо. Но чудо не происходит. К нам приходит лишь один нападанец. И то мы расстреливаем его, раня себя. Отсиживаться все время не выйдет. Ведь потихоньку враги начинают разбирать нашу базу. Выходим из укреплений и пытаемся по одному убивать рассредоточенных врагов. Это выходит у нас с попеременным успехом. Все по большей части отделались легким испугом. За исключением Патрика, которого серьезно ранили. Главное, что это не смертельно и он сможет выкарабкаться. После этой атаки, Нур все же пытается довозвести оборонительную стену. Она просто физически не могла делать этого раньше, потому что попросту нам не хватало материалов. И мы занимались их заготовкой. Собирали все камни, валяющиеся в округе. Заодно лишая возможности прибывших врагов прятаться за импровизированными укрытиями. Ну а сейчас же медлить больше нельзя. И силы всей нашей колонии брошены на оборону. День 188. За 15 дней ливня, в морозную погоду-то, нам обещают передовые медикаменты. И конечно же мы соглашаемся. День 194. Экстремальный отстрел пришедших бобров. День 197. Кенгуру и Эггман становятся парой. Мы только рады этому, ведь так они смогут повысить настроение друг друга при минимальных затратах. Главное, чтобы теперь ничего не случилось непоправимого. День 200. Так, подкрался незаметно. Так быстро эти 100 очередных дней пролетели. Незаметно даже. Наша колония немножечко расширилась, и мы теперь не вынуждены постоянно голодать. Зато появляются новые проблемы. Этого следовало ожидать, начиная выживание в чистом поле. Не хватает рук, чтобы эту оборону строить. Не хватает материалов, из чего нам ее строить. И не хватает оружия, чтобы людям оборонять то, что мы строим. Сколько еще нам будет везти, и сколько еще наши колонисты смогут выживать, только вопрос времени. Нападения теперь будут еще агрессивнее и еще сильнее. Оружие у врагов будет только мощнее. А наше развитие не справляется с их быстрой экспансией. Смогут ли наши колонисты пережить следующие 100 дней, мы узнаем теперь только в следующей серии. Я на правах рассказчика сообщу, что даже я не ожидал того, что произойдет в будущем. Когда же ждать следующую серию, я к сожалению не знаю. Но знаю точно, что она будет. И только вы сможете повлиять на то, как скоро она выйдет. Ну, и в таком случае, пожалуй, у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Продолжение следует...